Музыка Нападение фашистской Германии на Советский Союз прервало мирный труд советского народа. В первые же дни войны на предприятиях города Джанкоя и Джанкойского района прошли многочисленные митинги, в ходе которых многие записывались добровольцами в ряды Красной Армии. Около трех тысяч жителей ушли на фронт в первые же дни войны. Для борьбы со шпионами и диверсантами был создан истребительный отряд из 170 человек, передовиков производства, учителей, работников организации. Джанкойцы приняли активное участие в создании оборонных сооружений в районе Перекопа и Ишуни, ныне Целинное. Мужественно боролись против врага партизана Джанкойского отряда. Особенно активно действовала группа, в которую входили Ринкс, Варда, Зарницына. Им помогали пионеры Оля Ринкс, Надя Варда, Клава Маневская. В начале декабря 1941 года партизанский отряд возглавлял. Последний председатель Джанкойского районного совета, Рюмшин, комиссаром стал Клеветов. Они умело организовывали боевые действия против врага. 31 октября 1941 года немецко-фашистские войска захватили город Джанкой. На территории города были созданы четыре концлагеря для военно-пленных и мирных жителей. Один из таких концлагерей находился на территории бывшего консервного завода. Еще один концлагерь находился в здании первой школы города Джанкая. Более шести тысяч жителей Джанкойского района фашисты выслали на каторжные работы в Германию. Окупация продолжалась почти два с половиной года. Для освобождения Джанкая была сформирована особая группа. Во главе ее стал командир 202-й Севашской краснознаменной танковой бригады 19-го танкового корпуса гвардии полковник Фещенко. Большое поле шеступлений на зимы войскам оказали летчики 8-й воздушной армии. Особенно в боях за Крым отличились 6-я гвардейская, краснознаменная, таганрогская орденов, Суворова и Кутузова бомбардировочная авиационная дивизия. Под командованием и личным участием в боевых операциях генерала-лейтенанта Григория Алексеевича Чучева. В освобождении Джанкоя участвовали передовой отряд 19-го танкового корпуса, 202-я танковая бригада, 867-й самоходный артиллерийский полк, 52-й мотоциклетный полк. Утром 11 апреля 1944 года в ходе крымской операции 63-й стрелковый и 19-й танковый корпуса перешли в наступление. К 15-ти часам советские части прорвались в центр города, а к 18-ти часам он был освобожден. В танковской земле сложили свои головы сотни бойцов Красной Армии. Мы с гордостью чтим и храним память наших земляков-героев. Мы благодарны героям за эту победу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»